День с толком Смотрите в этом выпуске Русские авосили и почему жители края погибают под крышами своих домов Самый крупный автоперевозчик Барнаула проходит процедура банкротства Что ждет пассажиров? Дюдоист и гимнастка, как в семье Нефонтовых, относятся к ревности и воспитанию детей Жители Рубцовского района увезли на скорой помощи с коронавирусом Во время эвакуации медики работали в противочумных костюмах Больного доставили в инфекционное отделение городской больницы номер один Там его уже ждал специальный бокс И, к счастью, это лишь сценарий учений, в которых приняли участие рубцовские врачи Надеемся, что учениями все и ограничится Ведь число зараженных коронавирусом по всему миру пугает уже более 40 тысяч человек Большинство из них – жители Китая Погибли около тысячи заболевших По последним данным, в России выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией В Забайкальском крае и в Тюменской области Оба – граждане Китая В Барнауле отменят чартерный рейс в Таиланд, а точнее на остров Хукет Кстати, одной из причин стал именно коронавирус Многие туристы теперь боятся отдыхать в Юго-Восточной Азии Еще одна причина – оптимизация полетной программы Об этом сообщают местные турагентства Пока на знаменитый курорт можно улететь двумя рейсами Так вот, теперь остается лишь один Авиакомпания Royal Flight совершит свои последние рейсы С краевой столицы на остров 19 февраля Туристы, которые планировали лететь из Барнаула в марте, полетят из Новосибирска В этом году все-таки посчитали, что, возможно, спрос будет несколько выше Но, опять же, все-таки просчитались Высошли этот коронавирус, немножечко свинью подложил Есть определенное снижение спроса по сравнению с предыдущими годами Когда такого фактора, который не может не оказывать влияние на туристский рынок, не было Продолжим Необычайно теплый снежный февраль принес жителям края не только красивые пейзажи, но и массу проблем Из-за перепадов температур, кровли многих домов покрываются снегом и наледью, которая часто падает вниз Например, в камне на обе это привело к трагедии Под снежной лавиной погиб мужчина Почему придомовые территории становятся зоной повышенного риска? Кто в этом виноват и что делать жителям, выяснял Илья Кочетков Вот коляска, в которой лежал ребенок Она находилась там, на балконе Это БИСК По счастливой случайности, ребенка занесли в дом буквально за секунду до того, как ледяная глыба сорвалась с крыши и разбила стекла на балконе Пострадавшие говорят, всему виной бездействие управляющей компании, которая вовремя не убрала с крыши снег А это Барнаул, дом по проспекту Социалистическому 128 Двор покрыт свежеупавшим снегом По счастью, никто из жителей не пострадал, чего не скажешь о балконах и ограждении на крыше Вот это произошло сегодня около 7 утра До этого момента управляющая компания снег с крыши не убирала должным образом То есть, если в других домах убирают, там, естественно, нет таких сходов Жители этого дома рассказали нам, что намерены обратиться в полицию, чтобы зафиксировать ущерб А вот проживающим в пятиэтажке по улице Глушкова, 36, можно лишь развести руками Упавший снег переломал лавочки, установленные по программе благоустройства городской среды Жители, правда, не на камеру заверили, перед тем, как это произошло, звонили в управляющую компанию с просьбой почистить крышу Ну, увы А вот жители дома на Витебской-3 уверяют, за всю эту снежную зиму управляющая компания не чистила крышу вообще В итоге снег сошел вместе с частью крыши Первый раз очистили вот сейчас, когда случилось, что пошел снег с шифером вместе съезжать Вот первый раз у нас почистили, приехали, пригнали три человека, вот они быстренько счистили его Ну, уже тоже с остатками шифера сколько там было Дыры в кровле уже прикрыло свежевыпавшим снегом, и жители опасаются, что скоро съедет и остальное Между тем, в администрации Барнаула нам пояснили, по правилам люди с лопатами должны появляться на крыше, когда толщина снега достигает 30 сантиметров А во время оттепели должны работать постоянно Увы, так поступают не все УК Самый действенный способ повлиять на управляющую – обратиться с жалобой в городской комитет ЖКХ Реагировать обещают незамедлительно, но делать это лучше всего письменно или через сайт ГИС ЖКХ Просто позвонить по телефону и пожаловаться недостаточно В то же время чиновники напомнили жителям нюансы – не всегда чистить снег должна сама управляйка Если собственники помещений в доме самовольно установили балкон, застеклили балкон, изменили конструкцию козырька, то данная обязанность ложится на плечи собственника данного балкона, собственника квартиры И сегодня жители, проживающие у нас в таких домах, должны совместно с управляющими компаниями принимать решение о том, каким образом эта очистка будет производиться Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни природа даст горожанам перерыв, осадков не ожидается Снег вернется лишь к концу недели А жителям пострадавших домов остается надеяться, что на этот раз управляющие компании будут на чеку Илья Кочетков, Илья Халяпин, День с толком Возвращать всенародные выборы мэра Барнаула не планируют Об этом журналистам сообщила представитель губернатора и правительства края в АКЗС Стелла Штань По ее мнению, система назначения глав муниципалитетов 2010 года зарекомендовала себя как наиболее эффективной в Барнауле и в соседних регионах Формирование единой системы публичной власти, это же не только выборы Это в основном касается публичной власти уровня депутатского корпуса Я бы, наверное, все-таки сегодня формат административного центра оставила вот то, как есть Потому что на сегодня, уважаемые коллеги, почти 14-19 полномочий государственных делегированы муниципалам И мы понимаем, что такое орган местного самоуправления, крупнейший административный центр Таким образом, уже 14 февраля городские депутаты в четвертый раз назначат главу Барнаула Из числа девяти допущенных конкурсной комиссии претендентов Голосование будет открытым Напомним, что предложение о возвращении прямых выборов мэра Барнаула в Криво-Парламент Внесли справедливо-россы в сентябре 2019 года Тогда инициатива вызвала бурные дискуссии Идею поддержали КПРФ и ЛДПР Однако представители Единой России не нашли весомых аргументов и проголосовали против Один из крупнейших городских автоперевозчиков Барнаула-Пассажир-Транс объявил о процедуре банкротства Эта транспортная компания обеспечивает 16 общественно значимых маршрутов и 10 садоводческих В их числе популярны первые, десятые, двадцать пятые и другие Продолжат ли эти маршруты возить горожан и что ждет компанию дальше, узнала Полина Жданова Все чаще, когда я еду на работу и с нее, мне приходится ждать свой автобус по 30, а то и по 40 минут В основном мне нужны маршруты 1 и 25 Интервал между этими рейсами беспокоит меня все больше и не только меня одну Ну они и, во-первых, редко ходят, а во-вторых, вот на речном вокзале у них как бы стоит остановка Но они частенько туда не заворачивают Сколько вы можете стоять? Ну по 20, по 10, по 15, да по-разному А раньше как было? Ну раньше каждые пять минут ходил А еще первые десятые теперь маршрутки А раньше были автобусы большой вместимости На информационных сайтах появились данные, что это как раз произошло из-за процедуры банкротства предприятия Барнаул Пассажир Транс Генеральный директор компании поделиться с нами подробностями отказался Этот пассажироперевозчик обслуживает 90% социальных маршрутов 16 городских направлений, 10 садоводческих По нашим данным автопарк не обновлялся с 2015 года Предприятие работало в убыток уже тогда Параллельно у компании начались разногласия с городскими властями В ассоциации пассажироперевозчиков считают, что поддержки от администрации было крайне мало Что и привело предприятие к большим убыткам Если федеральные льготники и краевые Если не 100%, то хотя бы там близко к себестоимости оплачивались То пенсионеры не оплачивались вообще То есть это было постепенно подвели к такой ситуации В подчинении перевозчика 360 сотрудников Еще неизвестно точно, останутся ли они без работы И как долго компания-банкрот будет ждать нового учредителя А барнаульцев между тем беспокоит другой вопрос Продолжат ли маршруты возить горожан И не придется ли ждать свой автобус еще дольше К сожалению, на наш запрос в администрации города оперативно ответить не смогли Первую попытку обанкротиться руководство Барнау-пассажир-транса Сделало еще в прошлом году Суд ее отклонил Компания подала второй иск На данный момент они проходят процедуру наблюдения перед полным банкротством Будем надеяться, что компанию не ликвидируют полностью И нам не придется ходить на работу А кому-то еще и на дачу Пешком Полина Жданова, Николай Шилко, День с толком И в продолжение дорожной темы К нам в редакцию обратились водители По их словам, из-за того, что дорожные знаки покрыты слоем снега и наледи Дорожная обстановка в городе осложняется Кстати, не чистят знаки уже вторые сутки Валентина Скерова решила узнать, кто отвечает за своевременную расчистку Передаю ей слово Утром, днем и вечером одного цвета снежного Дорожные знаки в городе, к примеру, по Павловскому тракту не чищены И такую картину автомобилисты наблюдают вторые сутки Риск попасть в аварию увеличивается в разы Много молодых водителей, которые еще не знают Мы-то весь город знаем, мы ездим уже Знаем, где их проехать и какие знаки стоят А молодые, которые окончили только школу, они не знают Вот для этого и надо все делать Лично для себя проблем не испытывают Это создает аварийную ситуацию в городе? Безусловно, особенно для многородних, которым тяжелее сориентироваться Если под снегом прячется, к примеру, знак, ограничивающий скорость Можно, конечно, словить штраф от инспекторов Но это еще полбеды А вот как быть, если за снегом не видно важнейшего знака пешеходного перехода? Вот представьте, едет водитель Дорожного знака, естественно, он не видит, так как он занесен снегом И сбивает насмерть пешехода И возникает спорная ситуация Доказать вину в данном случае водителя будет очень сложно Так как знак вроде бы как есть И его вроде как и нету Дорожные знаки нечищены и в центре За их содержание и расчистку в рамках госконтракта Отвечает подрядная организация Но представители мэрии нам пояснили Бригады только две А знаков в городе множество У нас в городе порядка где-то там Двадцати, грубо говоря, тысяч дорожных знаков Установлено на уличной дорожной сети Когда, допустим, на Павловском тракте Дорожные знаки будут почищены? На Павловском тракте они будут завтра выезжать Потому что сегодня вот они по комплексам работают Ну в том числе и которые на Павловском тракте расположены А сама магистраль именно как Павловский тракт Ну у нас в плане на завтра Расчищать дорожные знаки Специальные службы должны в течение суток Но, как говорят сейчас, с обильными снегопадами У них просто на это не хватает времени И они не успевают Ну тогда придется делать это самим Как нам пояснили юристы Сотрудники ГИБДД должны выходить в рейды И отслеживать своевременную расчистку дорожных знаков В случае нарушения подрядной организации Выписывают штраф Валентина Аскерова, Александр Антропов День с толком В их семье даже ревность здоровая Мы продолжаем серию репортажей Ко дню всех влюбленных Сегодня рассказываем о выдающейся паре спортсменов Он прославленный дзюдоист Она мастер спорта по художественной гимнастике Как уживаются грации и силы в их семье Расскажет Валентина Аскерова Ну что, что, что происходит Смотрите, как ухаживает за нас все время Чтобы я была в кадре Лучше не вам Лучше меня никого не может Черт Вот уже почти 7 лет призер Олимпийских игр Под дзюдо Иван Нифонтов Сдувает пылинки со своей супруги Кристиной Познакомились на свадьбе у друга Встретились взглядами и сразу влюбились И вот он звонит мне и говорит О, здравствуйте, Кристина Владимировна Я говорю, здравствуйте А я на работе была Не хотите покататься на шее? Нет И говорит, я бы хотела к вам своего ребенка записать Я говорю, ну хорошо, я до семьи работаю Приходите, ну я посмотрю И все Ну так я думаю, ну никто не пришел Ну ладно, никто не пришел И выхожу, он вот мне фарами там моргает Он титулованный дзюдоист Она мастер спорта по художественной гимнастике В одном силой жесткость, другой грация и красота Они такие разные, но при этом очень похожие Один начинает, фразу другой подхватывает Две такие родственные души, что мы одно целое Не знаю, наверное, все объединяет Вот это и есть То есть, знаете, у нас нет Есть много пар, на самом деле Которые говорят, блин, скорее бы от жены отдохнуть Или от мужа, с подругой Ну вот какие-то такие вещи У нас как бы такого нет Нам классно все вместе делать, хоть что Россия! 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 Чемпионат по футболу, романтический или активный отдых Театр, как только у пары появляется свободная минутка Посвящают друг другу Чувство ревности, оно должно присутствовать Потому что у тебя же не безразличность Ну и здоровый такой, не фанатизм какой-то Не нуте, а фобия, то есть Ой, как Тоже, пожалуйста? Давай, сиди! Давай, 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 давай Ой, молодца! У пары двое сыновей Старший уже занимается гимнастикой Есть у Кристины Ивана еще одно детище Спортивный клуб, где два профессионала объединились Чтобы готовить выдающихся гимнасток и дзюдоистов Ведь все в жизни Нифонтовы делают вместе и с любовью Валентина Аскерова, Алексей Фризин День с толком Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компании Валар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!